Что же, друзья, вновь вас рад приветствовать на канале Beyond the Simon True. У нас квалификация к саммиту под номером 7 и матч команд DC против Infamous. DC уже в новом составе с товарищем Фаревом. Будет любопытно посмотреть, что же из себя будет представлять эта новоиспеченная команда. Не знаю даже, хорошо это или плохо, но вновь демон потерял команду. Пожелаем удачи ему и, разумеется, новоиспеченному составу DC тоже. You're welcome, guys. Давайте покажите на квалах, на что вы способны. Spirit Breaker, Troll Warlord и Warlord неплохо распикились Infamous в бане Axe, Templar Assassin, Magnus и Abaddon. Ну да, таких серьезных персонажей, которые способны в мидгейме какие-то серьезные в игре изменения вносить, не хотят Infamous отдавать. Bristol Back, Nature's Profit, Crystal Maiden, Monkey King. Тут похоже на какую-то заготовку. Там, Гарри Поттер опять что-то колдует непонятное. Любопытно. Бульба за старое. Спрятался он за ником Гарри Поттера, но мы знаем, кто это на самом деле. Драфтит любопытнейшим образом. В бане Timber, Kentower, Living Commander, Вики, Роумеры, хорошие хардлейнеры. Видимо, именно от этой линии и ожидают каких-то приключений. Появляется Бэтрайдер, кстати, тоже не самый приятный герой. Иначе из Profit от него достанется. И Бриттлбэк, кстати, тоже потерпит. Не самый, действительно, не самый приятный хардлейнер. Тем не менее, нужно чем-то дополнить пик и команде Infamous. Я думаю, что это должен быть мидер. Вряд ли Батруху туда рискнет отправить бенджас. Ну а если мидер, то кто? Желательно убирать мобильных мидеров. Если под Бэтрайдер еще появится и, кстати, Спиритбрейкер, который тоже будет во что-то врываться, появится еще какой-то, не знаю, может быть, даже Шторм, то там вообще пиши, пропал и Мэджик проказ будет невероятно сильный. Иначе из Profit никого в Спирте особо не поймает. И сам в них не спасется, поскольку через Спирте и Батруха, и Бара, и Шторм способны пролетать. Бриттлбэка можно контролить, разворачивать в определенную нужную сторону с помощью Вортекса. Не знаю, мне кажется, Шторм был бы хорош. Единственное, что, да, может быть, в отсутствии Кристалмэйда не захотя Шторма, все же под Кристаллчик Шторм заходит чуть лучше. Банится Квапа, который тоже, к слову, хороший магический прокаст и мобильность имеет. Ну и DC. DC. Забанили Квапу. Посмотрим, кого получат в лицо. Не думаю, что это будет какой-то Тинкер. Это может быть либо Инвокер, либо... И, кстати, Death Profit тоже может быть. Хотя в ДП, пожалуй, не поверю. Инфеймос банить также нужно мидера. Бриттлбэк, скорее всего, пойдет фармить легкую Манки Кинг сложную или Nature's Profit сложную. Тут уж не важно, кто куда. Посмотрим именно на задумку от DC. Вот кто избавляется от Шторма, потому что заходит другой... Другая панда. Заходит Эмбер Спирит. Не Шторм. Ну да ладно. В целом, там та же функция, мобильность, возможность поддержать Спирит Брейкера и Битрайдера в атаке. И, опять же, поймать очень сложно будет Спрут и Профиту данную панду. Кстати, почему я их называю пандами по старинке с первой доты? Наверное, их вернее называть уже давно духами. Электрический дух, огненный дух. Это ближе к истине будет. Ну что, Бульба, давай, раскрывай все свои карты, показывай, кого ты задрафтишь. Я, кстати, вспоминаю, что здесь играет Эйбит, и здесь и Мипа может появиться. Зная Эйбита, этот парень в любой момент времени может кричать, Мипа мне в студию, господа, я готов делать разваливатели. Кстати, относительно возможности его на Мипаре, вот после квалк-мажора я вообще ни в чем не сомневаюсь. Если Эйбиту дать Мипаря, мне кажется, он готов просто из любых руин достать свою команду и на Мипаре завести легчайшую каточку. Кстати, это появляется не Мипарь, это появляется мной уже упомянутая Death Profit. Посмотрим, как здесь будут развиваться события. Эйбит на Death Profit, честно говоря, давненько такого не видел, может быть, даже никогда. Да, ну-ка поглядим. Есть ли у нас под Death Profit для вас статистика? Да, статистика имеется. 50 матчей, 34% побед, мягко говоря, винрейт совсем плохой. 34% это настолько уныло. Даже сложно найти, наверное, более унылого героя, чем 34% винрейта Death Profit. Ну и Эмбер Спирит, которого взяли себе в мид визави из Infamous. Есть ли у нас по Эмберу стата? Да, 81 матч, 54% побед. Посмотрим, будут ли подтверждены эти проценты побед. Правильно ли пою я дифферамбы. Или наоборот, сейчас ситуацию исправят Эйбит и постараются всплыть вместе со своими тиммейтами в этой не самой, явно не самой простой карте. Безумный Бульба, конечно, с этой великолепной аватаркой Гарри Поттера. Крайне забавный тиммейт, наверное, Бульба. Друзья, начинается карта. Напоминаю вам, если кто-то присоединился недавно. У нас были матчи команд GG и Thunderbirds. И там победили Thunderbirds, оказались сильнее. До этого мы смотрели также американский матч команд NP и Complexity NP. Развалили колов также в сухую. Ну и сейчас третий заключительный матч американских квалификаций. Матч команд Infamous и DC. Кстати, друзья, помните, закончатся американские квалификации, начнутся китайские квалификации. Китай будет отыгрываться уже сегодня. Постараюсь даже расписанец для вас найти, где Китай, какие там будут матчи. Сегодня будет жарко. Сегодня будет 4 Best of 3 противостояния. Inixus Gaming и Home. IG Vitality LGD. Newbie против LGD Forever Young. Так. Что-то у нас тут сломалось. Конфиги ломаются, но так бывает. LGD Forever Young и CDK Switch Gaming. Вот такой вот хороший план на 4 Best of 3. Посмотрим, удастся ли все матчи отыграть. Очень плотное расписание. Пеньки на разведке. И ревелятся ребята из Infamous. Агриться на пеньков зарабатывают здесь легкие деньги. Что по вардам? Visual Ward от команды DC установлен, дабы давать информацию по передвижению SWORD. Если SWORD ошибется, подставится. Ему здесь не сдобровать. Постарается его развалить на троих. Mason. Mason штука тоже неприятная. Против Бэтрайдера может неплохо срабатывать Гу. Замедлять Бэтрайдера. Не давать ему куда-то там чейзить. Не давать ему улетать. Посмотрим. Звучит горным по рунам. Паритет полный. Бабока. Бабока. Бабока, что? Ох, этот Баратрум. Это очень крутой тайминг от Бабоки. Что творит? Безумный тип. Я не знаю. Просто не знаю, как он так делает. Что не герой, то абсолютно какая-то магия. То Бабоки, то Манки Кинги. Абсолютно безумные. Бабока Джуниор. Не зря себя так прозвал. Действительно. Действительно геймплей. Очень похож на того самого Бабоку. Так. Что по линиям? Пока все достаточно адекватно. Нас саппортит получается YYF на Варлоке. Он же известен под ником Эйсел. А вот Мэтью, Мэтью прячется под ником Бабока Джуниор. Да, неплохо отыгрывает Бабока Джуниор. И опять посмотрите на его взалет. Мэтью. Фарева очень жестко гонит. 17% нет. Иначе, я думаю, Мэтью уже бы объяснил тому парню. Но это все равно похороны. Без шансов. First Blood. YYF. И Мэтью вдвоем справляются. Как дела в миде у Эйбеда? Эйбед против Гуччи Прады. Что происходит? Инфеймус. Зачем вы меняете свои ники? Ну, в миде должен быть Тимада. Но, черт возьми. Может, что-то у меня пригорает от этих смен ников. Очень больно. В таверну. Эйбед. Хорош. Да, вот вам и Death Profit. Классно. Не забывает пользоваться хилинг целым подвышкой. И помнит Эйбед о том, что изменилась давно механика. И хилы не сбиваются ТВ-рами, не сбиваются крипами. Это, кстати, очень классная тема. И я смотрю, не вся про сцена на подкорку себе это уже записала. Не все быстро на это реагируют. Нужно, нужно помнить и пользоваться. Что самое важное, здесь опять попытка Эйбеда подцепить. Мэтью, он же бабок и джуниор, врывается на Эйбеда. Но Эйбед жив целый орел. Что там по второму левлу? Где 17%? Ох, 17% вкачаны и руны дабл дэмеджа. Серьезно нужно опасаться Форева за свою жизнь. Он может опять получить лицо разгон. Он знает, что там есть вард. Не просто так к нему прилетел спиритбрейкер. Там точно есть вижен. И я уверен, Форев прекрасно это понимает. Форев. Серьезные проблемы. ТП нет. Никто не хочет прилететь к Фореву. 17% Что он делает? Вольво, please fix it. Эмбер спирит выпивает. Очередной хилинг селф. Серьезно его здесь расхорашивает Эйбед. Не самая простая линия, но по-моему Эйбеда прогнали на водопой. Да, на цветы вынужден Эйбед испить. Эйбед, можно дойти? Да, вот аж досюда. Можно сдвигаться. Далеко вниз. Лишний шажочек сделать. И где-то погибает Курьер. Стоп. А Курьер-то... Курьер-то был с Кларити. Ошибается. Бабулка Джуни Ронджи Мэтью. Зря. Зря. Крякает уточка. Не знаю, что я не совсем понял. Где была эта смерть Крипа? А, вот здесь. Любопытно. Ну, это мы знаем, кто занимается такими грязными вещами. Бульба, он же Гарри Поттер. Что это происходит просто? Что? Просто ползет дерево. Находит Сварда. Свард неприятно. Свард. А тут-то все выпито. Тут сухие... Сухие колодцы. Свард погибает без шансов. Сюда Мэтью еще залетает. Мэтью не было бы этой ошибкой. А, у Дабу нет маны. Нет маны, нет. И Келам уйдет отсюда Мэтью. Каков наглец все-таки. Свард. Да, немножко денег заработали на Бэтрайдере. Не так, чтобы очень много, но на жизнь хватает. Эйбит не дает подходить бедня Геймер Спириту. Четвертый левел только сейчас пятый апнет к крипам. Эйбит уже шестой. И, кстати, обратите внимание, Экзорцизм не берет. И не просто Экзорцизм не берет. Вообще ничего не берет. Здесь пять скиллпоинтов качан. Остальное один скиллпоинт не тратил. Сейчас, видимо, подумает, что делать. Экзорцизм брать или, может быть, там, не знаю, Спирит Сифон дополнительный бахнуть. Дабу идет вперед. Бульба за ним. А тем временем Мэйсон наказывает. Но, да, слишком опрометчиво здесь Мэйсон поступил. Стоял один на линии, поверил в себя. И просто на троих разобрали его. Экзорцизм в качан Эйбитом. Эйбит пойдет пушить. Поставили об сервера. Проверили. Нет никакой информации. Никого нет за этой вышкой. Но нужно идти. Нужно идти и нужно разваливать. Фореф. Один-один с Бенджазом. Плохая мысль. Бенджаз тут же поясняет за жизнь. Уже пятого уровня тролли, где пятый, там и шестой с появлением Батл Транса. Подходить очень страшно. Дабу. Есть разгон. Будет ли... Да, будет реакция. Правильная и грамотная колба. И остановочка младшего Бабоки. Что делает? Что делает обезьяна? Эйбит, кстати, задувает насмерть бедня Губара. Ну и кабан отправляется в таверну. Или корова. Наверное, все же корова. Но кабана так себе он смахивает. Эйбит без маны. Но есть руна волшебства в Ботле. Есть сам Ботл. И, кстати, важно очень есть инфюжит рейндроп. То есть, очень быстро его за спелл и не убить. Со спеллов, точнее. Там и подхилл подъедет, и спирит сифоны подъедут. Старается всегда хотя бы один заряд дабу выучить. Точнее, не выучить, а держать. Так, что у нас происходит в целом? 52-24 у Бенджаза. 50 на 4 у Мейсона. Эйбит 37 на 5. Кстати, не все так плохо. И у Тимада. Получается пока фармить. Находит себе свой кач. Сворд здесь 5 уровень. 7 уровень Гристалбэк от Мейсона, который не качает Гу. Мне кажется, можно было и взять замедление Мейсон. А если война, если нужно бежать, на тебя замедление действует. А сам ты что предъявишь в ответ? Непонятно. Уходит из-под заряда в стике Напалму. Бенджаз. Бенджазище. В один фервар пока, но... Бенджазу хватит, если ему позволить фареф просто так ломать вышку. Разгон. Бобок Джуниор сюда летит. Ну и Мейти должен хранить вместе с Бенджазом. Да, есть, разумеется, ультимейты. Фареф без шансов отправляется в таверну. Нет, сюда никаких ТП-шек. Будет ли попытка разменяться? По всей видимости, нет. Здесь Эйбет получил фатал банды. И, в принципе, ДС как-то захлебнулись. Ничего здесь не начав. В принципе, на центральной линии. Эйбет. В Эйбет не в смоках. Сейчас разревелится Эйбет. Он проюзан еще невидимость и рунная отмена тогда. Все будет очень плохо для команды Infamous. Здесь выпивает Бенджаза. Нет возможности уйти. Слишком много и слишком быстро этот дэмэдж. Фареф вызывает пней. Очень здорово. Кстати, подписаны пеньки. Просто китайские иероглифы. И это, скорее всего, снос вышки под экзорцизм. Кстати, под волшебством экзорцизма от Юзен. Значит, куда он уменьшен. 101 секунда. Это очень приятно. Очень вкусно. Вместо 145 Эйбет грамотно сделал. И ганг удался. И сейчас быстрый Тауэр получится. Да еще экзорцизм топовым образом откатится. Погоня сейчас будет за Бульбы. Бульба. Нет, снимают с него разгон. И под Вордом. Отмена под своим Вордом. Находится Мэтью. Я уж боялся, что это Ворд команды DC. И выход спином будет заруинен. Виженом. Но нет. У DC нет обзора. Вот так примерно они видят вражеские леса. То есть совсем никак. И, кстати, с Виженом серьезные проблемы. Я вижу один обсервер в районе центральной линии. Также есть обсервер на вражеском хайграунде. Но это за Т2 вышкой. Не то, чтобы очень часто сюда доходили. Ребята из DC. Ну и сейчас Бенжас постарается Дабу нарезать. В мелкий фарш. Но Дабу пытается выигрывать время. Он замедляет. Но ни нова, ни фрозбайт его не спасут. Две маны в секунду выбирает Бристлбэк. Место восьми силы. Считает, что мана запас... Точнее, мана реген Мэйсону здесь важнее. Ну, почему бы и нет. Худо в Дефайнс уже есть. Может быть, даже со временем Пайпа доедет. Может, сейчас ВГшку какую-то выйдет. Бристлбэк. Посмотрим за выбором артефактов Мэйсона чуть позже. А сейчас давайте на Творса рассмотрим. 5000 Мэйса на первом месте. За ним Бенжас. Вплотную там еще и Эйби дышит спину. Отстает немножко Фореф. Ну и дальше плотничком. И Эмбер Спирит, и Сворд. Ну а саппорта и четвертая, пятая позиция отстают уже совсем значительно и заметно. Вот эту троечку бы как-то разбить команде DC и Инфеймус. Но это лишь драки какие-то, выходы, убийства смогут сделать. Фармить там будут герои плюс-минус одинаково. У Мэйсона готов Вангвард. Бульба дерется с Мэтью. Но не уйдет отсюда. Отлично ловит Бульба. Останавливающий дает свой Банглэ Страйк. И, кстати, обратите внимание, Вуконгс Команд уже есть. Шестой уровень получен. Можно попытаться какую-то траку сделать. Или, по крайней мере, Тир-2 снести. Вряд ли кто-то под Вуконгс Команд полезет даже собственную вышку дефить. Опять же, Экзорцизм в наличии. Бенджаз фармит. Бенджаза находит иллюзия. Нет, опять же, не находит. Опять же, своя иллюзия. А вот Эйбеда видят. И за Эйбедом поехали. Ставится пауза. Такая себе история. Обратите внимание, что Бабоку видно. Видно, что он в разгоне. Плохая очень пауза от DC. Но я не думаю, что не специально этот тайминг выбирали. Скорее всего, просто какой-то был залаг. Мейсон пишет гоу, но... Не очень красивый момент. Сейчас Эйбед должен, по идее, все понять. Можно было уже прожимать экзорцизм. Нет сайлансов! Вытаскивают Эйбеда. Эйбед погибает очень быстро вслед за дабу. Сразу же троих здесь теряют. Будет попытка расхистоваться от Бульбы. Бульба сразу же помирает. Воконс команд не забирает никого. А вот Мейсон справляется с YYF. Ошибка. Грубейшая ошибка сейчас от команды DC. Они дарят. Абсолютно точно дарят. Эти три фрага. Еще и сюда на Чирс Профит. Не прилетает. Пора поставиться на топе. Так делать нельзя. Так просто не стоит делать. Троих в разме на одного все сделавшего красиво Варлока. Мейсон идет фармить с Таким. Дабу отстает по уровню. Четвертый уровень. Можно поворовать. Мне кажется у Мейсона опыт здесь почти 12-й. Бристлбэк. А вот Дабу требуется ультимейт. Ошибся мне кажется Эйбед в первую очередь. Но может быть он все и рассчитал. И понимал что шансов там выжить никаких. У него не было какого-то Юла. Который дал бы ему шансы на спасение. И при этом он кстати идет в Вейл в Дискорд. Не идет в Юл. Но с учетом того что магических способностей у него вроде бы две. Может это и оправдан. Опять же еще и команда поможет с магией. С другой стороны у тебя экзорцизм наносит физдэмэдж. Мейсон своим филспреем тоже наносит физдэмэдж. И есть ли смысл вот так вот прям форсить этот Вейл в Дискорд. Вот с Солар Крестом Бристлбэк это явно топчик. Справляется очень быстро с Арашаном. И собственно приближается к Солар Кресту. Пока это лишь Медальон оф Коурэйдж. Но фармит Мейсон быстро. 6500 первеный Творс. Нельзя забывать лишь об одном. О вот этом вот тролле от Бенжаза. Который кстати идет в Сию. То есть сразу же в артефакты на драку. Не будет здесь каких-то маневров. С Шадоу Блейдами, Сильвер Рейджем и прочим. Бенжаз хочет сразу же драться в лицо. Но он прекрасно понимает что пуш от DC не заставит себя долго ждать. То есть просто DC нужны минимальные артефакты. Чтобы нормально проводить драки. Бульби нужна исключительно позиционка. Если бы он давал бы в Уконс команд пока там где-нибудь развлекал команду Infamous Abbey. То это была бы легчайшая для них. Но там все пошло не так в этой драке. Опять же повторюсь удивительно с учетом того, что всю информацию должны были DC своевременно получить. Снимает вражеский вижн. Почему-то оставили сентри вард. Ну ладно, у богатых свои причуды. Типа наш варцовый дело сделал. Плевать, что там будет дальше. Посмотрим. Эбит убирает руну богатства. В Боттл есть у него также рука Мидаса. Не нужно забывать об этом артефакте. Бульба. Есть чем зацепить. Вопрос в том, будет ли сверху Сайленс. Сайленс есть. У Сайленс первого уровня нельзя за Сайленс первого уровня убить Эмбер Спирита. Так не работает. Был прожат Флэйм Гвард. А значит, большую часть магического про кастом просто заэвейдил, не получив урона от слова совсем. Продавает фармить Спирит Брейкер. Да, таланты, наверное, не из самых крутых. У Барча могло быть и лучше, могло быть поинтереснее, но тем не менее... Лучше, чем ничего. Вышечка. Падает, Мейсон достается. Эббит не прожимал ультимативную. Экзорцизм в наличии. Ну и на центральной линии попытка размена от Инфеймос. Но экзорцизм у Эббита второго уровня. И эта тир-2 вышка падет явно быстро. И дейфить ее нужно. Если дейфить, то сейчас. Есть грифортификейшн. Нет, Инфеймос идет дальше в центральную. И... Плакие новости для DC. Этот размен им может не понравиться. Здесь тоже падает вышка очень быстро. Фареф стянулся сюда. Есть ТП. Прилетает Эббит. Ну, экзорцизм сейчас закончится. Эббит надо тоже учитывать. Я уверен, Эббит в курсе. Без маны находится Деспрофит. Есть 4 заряда спирид сифона. Но если сейчас Эббита без маны примут, он отвалится очень быстро. Он не успевает дать Вейло в Дискорд. Куча контроля по Эббиту. Эббит не успевает ни разу нажать сифон. И в итоге погибает. Мейсон быкует. У него есть Аегис. Может себе позволить идти до конца. Убили Баратрума. Спиритбрейкер в таверне. А за ВВФ он не продолжит. Сворд рядом. Есть даггер. Есть плейминг лассо. Можно цеплять. Но кого цеплять? Мейсон специально поставляется. У него есть Аегис. Не знаю, что-то с Эббитом не так происходит. Как-то совсем грустно выглядит его игра. Сейчас вот этот смерть без маны. Там есть Барат. Тебя могут разогнать. Тебя могут не выпустить из контроля. Ты вроде бы это понимаешь. Но при этом вот такие промечивые поступки совершаешь. Я думаю, что все бы решилось с помощью Юл Септера. Но судя по Затару, здесь будет Худов Дефайнс. И что это будет? Два худа в команде? Не лучший выбор. Просто-напросто не лучший выбор. Я считаю, что минут через 7, когда будет собран этот Худов Дефайнс. Ну, может быть, ладно, через 4 минуты, чуть пораньше. Тролли Бара будут очень серьезную угрозу представлять. И да, вы можете бояться Эмбера его прокаста. Но от Варлока вас ничего не застрахует. Вам так и так будет Киотик Оферинг прилетать в голову. Ну. Да и Флеймин Лассо. Вот оно, вот оно. Вот так оно работает. И куча урона. Булба. Отстанил. Сварда. Попытка Сварда разменять. Да, кстати, Свард, скорее всего, здесь погибает. Задувает его Эйбит. На смерти. И все же, все же Худов Дефайнс собирается варить. Мэйсон. Возвращает Аеги с Рошаном. Он 295 к здоровью берет в себе в талантах. Интересно. Ну да, наверное, плюс 4 к максимальному эффекту. Это слабенько. Было бы круто, если бы у тебя был какой-то алхимик, который бы дарил Аганимы. И Форев, без шансов, к нему сюда прилетает. Юный Бобока. И, собственно, разрывает Мэтью Форева. Да, вот Нэчерс Профит как-то слабо выглядит против Спирит Брейкера. Спирит Брейкер просто везде, везде одновременно существует и агрессирует. Свард 6 секунд до Флеймин Лассоя, что самое важное, 6 секунд до прилета Спирит Брейкера сюда. Под Вардами, по-моему. Да-да-да. И что, отпустит Мэйсон или нет? Мэйсон сам отменяет ТП-шку. Бульба не успевает опять раскисовать ультимейт. Да что ж такое? Бульбу фокусит, и он погибает от связи. Такие же серьезные проблемы наблюдаются и у Эмбер Спирита. Погибает Эмбер, разумеется на Эйби, да ибит в таверну. В таверну YYF, Дабу. Ричид Бенжас пытается расстрелять Дабу. Это удастся сделать. Нужно еще одну тычку дать. Прилетает, кстати, ФРФ, закрывает юного Бабоку, но Мэтью успевает сделать свое грязное дело. Неужели добьют? И вот, да, триплкил от Мэйсона. Пятером стирают. Пятерых из инфейма стирают DC. Ну и что это будет? Байбэк один у Бэтрайдера, это не самый лучший байбэк. Неужели минус сторона? Или хотя бы минус тертревышка на 20-й минуте? Потому что вы решили подраться пятером. Не на хайграунде, не в позиции. Хотя стартанули, конечно же, неплохо. Мне нравятся Манки Кинги. В скобочках нет, которые Вуконс Команд никак не могут дать. Очень больно здесь Мэйсону Фареву. Фарев попытка сделать трепаут. Кстати, отпускает его, потому что Флеймин Лассо находит в кулдауне. Но Мэйсону так не фартанет. Или фартанет Дабу. Дабу рядом. И, кстати, МК тоже сюда бежит. Нужно дать защитный ультимейт. Нужно сесть сюда, да, на ветку. И вот он Вуконс Команд останавливает Сварда. Сварда нужно замедлить. Летит вперед. Манки Кинг и Сварда в таверну отправляют вместе с Мэйсоном Дабу. Бульба. 600 монет. В плюсе 5 брони выбирает Бульба. Ну, действительно, броня нужна. Явно здесь роль губки. Впитывателя дэмэджи исполняет. Ну и где там на Чурс Профит? Это Форева. Возвращается уже к своим тиммейтам. Готовы подпушить. Нужно взять 15 уровень. Нужно взять 4 плюс Энта. И Энты действительно хороши в деле сноса. Выши. 32 урона у каждого. Сейчас их 5. Будет 9. Легко и непринужденно. Они просто-напросто загрызут хайграунд врага. Эбит. Экзорцизм 2 уровня прокастовался. Эбита. Повезли. Будет ли подсейф? Папа ошибается и не цепляет здесь Эбита. Станом не прикрывает. Бульбан. Ошибка, которая стоила Эбиту жизни. Мэйсон. Мэйсон быкует. Солар Крест. На него. Но. Что, будет ли продолжение? Гонят. Просто гонят команду DC. И я слышу разгон. Барбарыч. Летит сюда спирит брейкер. Дабу не обудалось поймать. Сходу же Мэтью. Но, тем не менее, рассказ хороший. Киотик Оферик останавливает DC. И здесь не получится нормального дефа. Пытается Фореф отсюда улететь. Не уходит он. Никуда, кроме как в таверну спасается бегством лишь Мэйсон. Троих за секунду теряют. Диджитал Киос. Вот они и острые, как уколы рапиры, ответы команды Infamous. Палец в рот этим парням не клади. Откусит по локоть. Татари 800 дэмэджа. Практически инстант влетели от четырех героев. Подставляться DC нельзя. Дэнжас. Расстрел в вышке начинается. Гриф Фортификейшн. Но это не остановит. Просто бенжаса не остановить. Пар топориков и вышка пала. Эйбет. Эйбет думает о тревелах. Но, то есть, совсем не хочет Эйбет. Еул. Разгон в меня. Еул не хочу. Слышу Киотик Оферинг летят. Не хочу ветра. Подбирается ко мне парень с Флэйминг Лассо. Хочет поймать Флэйминг Лассо тоже. И Юл Септер собирать. Нажимать я не буду. Окей. Там и от Бара бы Юла спасали. Не знаю, почему так. Не хочет упор на Эйбет делать себе Юл Септер. Мне кажется, это был бы отличный вариант. Особенно, когда ты раздрейнился перед сифонами и поднял себя в небо. Смотрится такой мув очень грамотно, на мой взгляд. Ну да ладно. Два Солар Креста в команде DC. И готовится Орхид у Форева. Сейчас не ошибиться бы. Здесь никому не встрять. Эйбет поехал. Есть Вилы по Эйбету. Эйбет очень больно. Хотя, вот подними себя сейчас, Юла, Эйбет. Ну, останется ты в живых. Раскидай ты спирит сифоны и просто крутись. Крутись в небе. Мне кажется, и захилиться бы смог. И выжить в этой ситуации Эйбет, будь Юл Септер у него в наличии. Бульба. Приобил уже башерочек. Думает о Шадоу Блейде. Неплохо. Шутишь, шутник. Опять, пока какие-то странные перемещения по карте. Нет, безусловно, Коры фармят. Но саппорты пытаются найти какой-то здесь спейс для себя и, возможно, вот, кстати, для Мэйсона. Рошанчика будут оформлять. Разбивается смог. Заняли бы какую-то позицию. Манки кингу, возможно, даже на деревьях. Но деревья будут рубиться. Мэйсон. Мэйсон. Проблема серьезная. Пайп нужно нажимать. Прыгают за Мэйсоном. Неплохо раскастовывается. Бульба. Далеговато в концкоманд. Но лучше, чем ничего. В итоге в концкоманд будет работать здесь по Мэтью. Здесь и Бинжа, скорее всего, получит. Разваливают Голема. Мэйсон. Пока потеряли лишь Дабу. Дабу не самая серьезная потеря для DC. Экзорцизм Эйбет нажал. Залетает Сворд. Куда-то без лассо. Страшный парень. А, хотят забрать просто Мэйсона за счет прокаста под Вейлами. Получается, и Эбеда тоже стирают. А Егис остается Сворду. И Рошан тоже в команде Infamous. Бульба отсюда не уйдет. Тим Вайп. Это Infamous. Это Infamous. Господа, они возвращаются в игру, стирая пятерых в Рошпите. Я не знаю, как описать происходящее, но Рошпит стал могилой не для одного десятка команд, которые ведут по игре, но... Но встриют в этом сам Рошпите, и, в общем-то, за Infamous уже 6 тысяч в деньгах. По опыту Infamous на 13, даже, наверное, на 14 тысяч опережает ребята с DC. И как дальше жить? Сворд. Есть Ворстав, есть Блиндаггер. Ворованный. Ну как ворованный? Сам добился же там, по идее, Firefly. Тут же поднял Аегис. Что по артефактам Сия готова, БКБ готов, Владик готов. Ворстав, 2, кстати, БКБ, 2 Мидаса, 3... Нет, да, 2 БКБ, 2 Мидаса. Мидасиков тоже 2. Удиси. 2 Солар Креста. Мне кажется, знаете, ребята, есть какой-то челлендж, собирать по 2 артефакта на команду. Вот, Удиси собирается 2 Солара, 2 Мидаса. Здесь 2 Мидаса. 2 Форстафа, 2 БКБ. Ну, если еще с Форстафами-то все понятно, то наличие 2 Соларов мне действительно забавляет. Бульбан. Ох, как небогат этот Манки Кинг. Разгон. Куда едет... Куда едет коровка? Так, коровка в подвижном выехала за Дабу. Дабу. Дабу, по-моему, здесь остается. И, да, не получилось сорвать разгон Бабоке. Решили дальше инфэмус не идти. Хотя здесь очень битый. Очень битый Бульба. Бульба. Нет, Форев получает ультимейт. Санс по Эмбер Спириту, но все. Закапываю сначала Форева, теперь и Бульбу. Крайне плохая драка для ДС. Еще и Дабу могут не отпустить отсюда. Будет и Лассо. Нет, ошибается Сворд. Не успевает прокастовать Лассо. Хорошая драка от Инфэмус. Вновь легкие фраги. И Бинжас. И скоро появится и Манки Кинг Бар такими темпами. Чем его будут останавливать, не представляю. Бинжас. Демон Эйдж приехал. Не держит Бинжас Байбэк. Видимо не верит в возможность собственной смерти. Под вардами летает Сворд. Но вряд ли его это смущает. Берет 40 крону Бинжас. Дэмэджа запредельное количество. В каждой тычке около трех сотен сорвуки. Сворд. Идут убивать. Идут кого-то искать. Есть. Есть Вижн в этой зоне. Есть Апсервер. Есть Сентри у команды DC. Прекрасно все понимает. Дубу. Дубу здесь. Как собака. Все понимает. Сказать ничего не может. И сделать тоже, к сожалению, для себя. Не было у него вариантов аута. Разве что можно было попытаться прожать ТП. Но почему-то не решился Дубу. И погиб в очередной для себя шестой раз. Ну и что. Пойдет ли Феймос развивать свое преимущество. Обратите внимание. Опять американская команда. Если думает о подъеме на хайграунд. Почему-то делает это через нижнюю линию. Равно как и Тандерберс. Ходили сначала забирать эту сторону. Любопытное наблюдение. Буду отслеживать его в дальнейшем. Но по ощущению такое, что в Америке какая-то старота по заходу на хайграунд. Именно через нижнюю сторону появилась. По крайней мере, я вот за сегодня помню. Четыре или пять заходов точно по нижней стороне на хг. Любопытно. Так, тут гему битрайдера. Полный девардинг. Сейчас еще этот будем найти. Обсервер сентри. И дела будут очень плохи у DC. Это беспалево ползущее дерево, конечно. Немножко удивляет. Готовится к покупке Блэкин Бар у Эйбеда. БКБ, конечно, неплохо. Но ходят слухи, что битрайдер лассо проходит через Блэкин Бар. Варлок Киотик Оферинг проходит через Блэкин Бар. Парень с 17%, два с ПЛА, один пассивный, один активный, проходит сквозь Блэкин Бар. И тогда вопрос, внимание, а зачем Блэкин Бар? Ведь тролля, по-моему, тоже шанс, точнее, оглушение через Блэкин Бар проходит. В общем, похоже на какой-то очень странный выбор артефактов от Эйбеда. Но Эйфэмос решили заняться внешними товарами. Почему бы и нет, еще одна-то два вышка стоит. И снести ее это не проблема. Солар Крест. На Крипа, который растанковывает просто эту самую вышку. Сейчас бы, будучи вышкой Крипа, не добить за Солар Крестан. Есть такое ощущение, что с Эйбеду не давать мипа, то Эйбед вообще не может играть. Хотя, удивительно, на квалах играл на всем чем угодно. Эйбед, хотя, опять же, я Death Profit не припомню в его руках. Видимо, изменение патча, метод самого персонажа как-то повлияло на этот выбор. Но, повторюсь, в 100-500 раз отсутствие Юл Септоров я не могу себе здесь объяснить. Вот, рано как и желание быстро и БКБ зафорсить. Кстати, Манкетинг Бар готов. У Троляры, Бенжас, 18 тысяч нетворцев. Благодаря, собственно, его высокой ценности, 3,5 тысяч суммарно. Инфеймус выигрывают у АДС. Ну и из АДС, по-моему, поехали. Готовят их в последний путь. Разгон пошел. От Барыча останавливается Бобока Джуниор, чтобы убить Дабу. Дабу взорвался. Для Мэтью это слишком легкий фраг. Также и наказали Бульбу. Минус 2 саппорта. Вот и что вот, что сказать команде ДС в такой момент. Что им самим себе сказать, чтобы предъявить команде Инфеймус сплошной какой-то новой. Куда ни глянь, я всюду сложность. И отыгрывать такое преимущество будет нереально сложным. Так, у нас скоро таймер Порошана появится. Давайте посмотрим, через сколько нам ожидать этого Камнеголового. Камнеголового Стинфеймус последнюю внешнюю вышку забирает вот только сейчас. Да, что-то я забыл, что в центре вышки еще стояла. Камнеголовый минут 49 секунд. Ну, это нормально. Это достаточно быстро. Мэйсон улетает отсюда, есть у него. А Саут Керас также пытается выйти в БКБ, но не знаю. Я тут меньше от Мидасов горю, чем от БКБ. Сейчас бы, имея 4 контроля в БКБ, собирать БКБ. Всем своим кор-героям. Не Линкен Сферу, не какой-то Юл Севтер Шадо Блейд. Блэкин Бар. В БКБ сдыхать не бросим. 1-4, знаете сами дальше по тексту. Вообще, без шансов это звучит. Нет, пока БКБшки будут 10 секундами, этот огромный магический проказ, он, разумеется, будет нивелироваться. Но, во-первых, никто не отменял тролля, это раз. Во-вторых, БКБ рано или поздно станут 5 секундами. Что такое 5 секунд, когда ты там вступишь в Киотик Оферинг, когда тебя катают в лассо почти все эти 5 секунд. Да это ничто. Это, собственно, просто пустота. И просто потерянные деньги, не знаю. Варлок после Солар Креста и Мидасика о чем думает. Пока ничего не думает, но не удивлюсь, если появится Аганим здесь. После Аганима Рефрешер, стандартные, в принципе, артефакты. Бабочка готовится к появлению Бенджаса. С Бабочкой можно будет хранить команду DC. Никто там не зафорсит Манки Кинбар, разве что надеется на сборку Оркида. Не Оркида, прошу прощения, Блакторна. Тогда было бы неплохо. Еще один БКБ на Нейчерс Профите. Планируется. Нашли здесь Дабу. Здесь также встреет Эйбит. Посмотрим, что с ним будет. Киотик Оферинг. Эйбита почти стерли. Но вот она БКБ, и, казалось бы, Эйбит живет, и нечем его добивать. Погибает YWF, погибает здесь Бульба, делает Байбэк, но Через Профит пытается вернуться в игру. Очень больно здесь всем, и погибает также Сворд. Но проблема в том, что парень, который наносит дэмэдж с руки, он не участвовал в этой драке. Вот он. Вот он, вот он лишает вас стороны. Команда DC, у вас проблемы. База-то горит. Эх. Думайте сами, решайте сами, дефить бот или нет. Нет, Банжас все делает правильно. Безукоризненная работа. Очень дерзко. Очень грамотно, Банжас. Сломал святыню. Тпшится, будет очень сложно DC, и как-то быстро реагирует на перемещение в этой части карты. С другой стороны, им здесь ничего не нужно. Рошан находится наверху, которого, кстати, Мэйсон пытается сгрызть. Бабочка есть у Банжаса. Банжас должен понимать, где его визави. Но, да, наверное, слишком долгие кулдауны. Байбэк ценит смысл ради Рошана Команде Инфеймуса. Они способны драку выиграть и против шестерых. То есть, 5 плюс АЕГА. Ну и что, Мэйсон? Да, берет себе АЕГАС и берет себе Сырочек. Уходит отсюда юный бабок, а он же Мэтью. И Девардит чужим гемом. Как я понимаю, Дабу выбил из варлок, и гема активно им пользуется. Продолжается давление на линии. Инфеймус. Прекрасно понимает, чего хотят от этой игры. И, по-моему, имеется шанс ее закончить. 37 минуты игры позади. 21 тысяча монет по деньгам преимущества команды Инфеймус. За ними же 25 тысяч по опыту. Ну и можете посмотреть, здесь уже к 25-м приближается и Тролль имеет 23-й, почти 24-й. И у Эмберспирита та же картина. Не, Бристлбек от Мэйсона хорош, но остальная команда так себе. 13-й уровень у Дубу и у Бульбы. Это печально. Мэйсон. Мэйсон, там был Северейш на Баре. Нужно доехать к Баре до Мэйсона и отключить пассивочку. Находят, цепляют беднягу и убивают. Да, Бульба вообще на Ростоверна. Там Эйби да еще подловили Бабока Джуниор вместе с Гуччи и развалили его. Вот она, тимвайп от команды Инфеймус. Что творят эти парни? Это еще будет шестой минус. Скорее всего, они должны отсюда отпускать. Да, просто-напросто в Ристлбеке кайтят и бодиблочат таверна. Это минус игра. Дубуб прекрасно все понимает. Пишет ГГ, браво! Команда Инфеймус. Казалось бы, весьма и весьма трудное начало, но дальше просто-напросто поплыли их оппоненты. И DC проиграли эту карту. Никто не заставлял там сливаться по-черному в Рошпите. Ну, а Рошпит стал похоронным сначала для команды DC просто, но потом и в итоге для всей карты. Что ж, Инфеймус нужно передохнуть. Мне кажется, нужно переосмыслить свой драфт и выбор артефактов, наверное, тоже. Я, конечно, все понимаю, но считаю, что Эбит очень серьезно ошибся с Юлсептором, точнее, без Юлсептора, если считаете как-то иначе, делитесь своими мыслями. Друзья, небольшая будет реклама-музыкальная пауза. И, кстати, в эту паузу будет у нас с вами переезд на канал Beyond the Summit.ru2. Ссылочка появится в чате, отвечаю обязательно, куда, собственно, идти и где ждать вторую карту, поскольку на первом канале буквально через 30 минут начнутся китайские матчи, китайские матчи из студии Старладера в Киеве. И первый канал у меня ребята отжимают, но имеют полное на это право. Так что, друзья, Beyond the Summit.ru2, можно в Твиче подписать цифру 2, можно дождаться, пока я вам скину в чат Твиче ссылочку на канал и туда переходить. Ну а пока небольшая рекламно-музыкальная пауза, переходим на второй канал и ждем начало следующей игры. Егейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. Старкрафт 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. Егейминг-бетс. Ты точно знаешь, кто победит.